я приветствую вас мои дорогие подписчики и гости канала селена магия сегодня расклад который предложил мне одна моя подписчица что скрыто от меня но скоро будет известно будет два варианта первый вариант обсидиал вариант давно не брали зеленый камешек аквауру и начнем вы выбрали свой вариант еще будет я расскажу о вас в каждом варианте и если вы также узнаете себя значит вы правильно выбрали свой вариант начнем с первого варианта хочу всех поблагодарить за ваши подписки комментарии поддержку канала я очень благодарна вам и вы пришли сюда не случайно ничего случайного это жизнь не бывает и значит что то вы полезность себе раскроете учиться зажечь вам свечу почему-то наконец-то мы находим вас ваше прошлое и настоящие больше видно было больше места было выше королевы пентаклей с вами находится какая-то королева кубков тоже ну возможно ваша дочь долго они но как-то думаете часто они и вы общаетесь с ней что у вас еще хочу сказать но королева пентаклей женщина вы очень такая умыть и хорошо обращаться с деньгами это первое у вас всегда на черный день заначек в вашей семье не будут дети рваными с рваной одеждой ходить или там не причёсанные не умытые все у вас на своих полочках вы любите очень порядок смотрите какая важная книжня так газет чисто плотная вот ну из говна можете конфетку сделать человек заземлённый но это не жадность это экономичный человек хороший эконом даже никаких не надо университетом вам проходить даже учить такие экономические у вас в это заложено ваше ваше крови вот но еще бы я сказала большинство тут еще находятся люди у кого есть космическая энергия какие-то ну резость отрицательной может быть крови у кого-то в роду если даже не у вас то у кого-то в роду это были у вас есть смешанная это инопланетная связь с земной вот пытались вам вам делали подклады потери у вас жизни были трансформации но уже за вашей спиной была трансформация тяжелый период вы как-то большие потери были но вы как-то это быстро или по-своему как-то преобразились даже я бы сказала вам пришло пошло это даже на пользу возможно чтобы вы поднялись на ступеньку выше вашего уровня который до этого был прямом положении прекрасно возможно вы замужем или если не замужем то у вас стабильное стабильное финансовое положение материальное и я вижу что так как что скрыт от меня но скоро будет известно вышла куповая дама рядом возможно ваша дочь или какая-то родственница или близкая подруга но моложе вас или как-то она как бы еще да моложе я бы сказала моложе вас может быть такие волосы русые такие темно-русые обидчивые обидчивые очень бывает часто быстро обижается быстро даже ну не так рационально разложить все по полочкам я сначала на первом месте сначала чувство вспыхивает сначала может обида или наоборот радость очень быстро вот цветы очень любит любит цветы даже может быть даже любит возиться с ней с цветами дома везде расставляет и что-то вот про нее хотят сказать что скрыто от вас мне кажется вот в этом варианте это будет скрыто от вас что-то про эту молодую особу хорошо я могу еще тут сразу про нее разложить не спроста она она здесь что скрыто от вас но скоро будет известно про молодую особу про молодую особу вот про нее давайте разложим родину в первую очередь ух ты какой-то мужчина пентаклил что с ним прыгает карта смотрите прыгает от вас скрыто то что она привязана у нее привязки к мужчине пентаклил и какие-то тяжесть какая-то тяжело ей с этим потому что он к ней привязан с сыном и это возможно вы не видите как ей тяжело с этим мужчиной возьмите таро посмотрим что они нам скажут что вы скажете что скрыто от вас но скоро будет известно с этой молодой особой связанная с этой молодой особой неуще ох 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 оху знаете тут вроде как и победа вот и в тоже время неуверенность вот неуверенность Не уверена в том, в честности этого мужчины. Вы думаете, что у этого мужчины, может быть, я не зря проговорилась, эта молодая особа думает, что у неё есть соперница, третье лицо в их союзе, королева Жезлов. Действительно ли, король Пентакли, который связан с этой молодой персоной, королевой чаш, есть другая дама. В принципе, это нет. Это что, только её ревность и думы. Да, да, она слишком к нему привязана, любит его и думает, что он ходит на сторону, но у него никого нет. А вот это вы замечаете, и от этого от вас скрыто. На что ожидает эта молодая персона с королём Пентакли? Что ожидает? Знаете, постепенно они как-то отдалятся друг от друга. И будет точка поставлена. А всё-таки королева Жезлов в каком-то смысле присутствует. Это помимо его воли, что ли, какая-то женщина хочет его к себе привести? Да нет, так сказали. Появится она в будущем? Нет. А как будет ли по каким-то другим причинам они расстанутся? Ну, по какой-то, из-за бедности, из-за каких-то ресурсов. Нет, ну, совсем. Просто нужен позитив. Просто нужен позитив. Хорошо. Давай спросим по-другому. То, что она привязана к этому королю Пентакли. Сможет ли она эти привязки когда-нибудь разорвать? Нет. Потому что это король мечей. Очень человек такой жёсткий. Это скрыто, но скоро будет известно вам. Значит, будут ли они всё время вместе? Ну, да. Да, королева чаш даже опять вышла. Они сильно привязаны. И это, как бы, я бы сказала, камень даже положен на их непривязку. Вот камень положен, и всё. Никуда она от него не денется. Что это, как её карма? Да нет. Просто, как бы, она шанс других не видит. Можно как-то ей чем-то помочь? Да. Да, но не так резко и не так активно вмешиваясь в её жизнь. Что может ей помочь? Ну, расставание с этой парой и поверить высшим силам. Вот как только она поверит и обратится в душе своей. И поймёт только, что у неё другая пара её ждёт. И другая жизнь поверит высшим силам. Тогда она сможет преодолеть. Так, ну, достаточно про эту. Там уж. Значит. Что ещё от вас скрыто, но скоро будет известно. Рома судья. Хорошо. У вас какие-то суды. Ну, суды разных порпанах, которые закрывают вам выход счастья. Тяжело на вас ложатся грузом. Ну, как бы и в то же время будет какой-то подарок. Что за подарок будет? Через суды какой-то подарок. Так. Мы недавно делали расклад. Как тоже по просьбе моей подписчики, подписчицы, как пройдёт сад. Тут вот подарок вышел. И подарок. Что от вас скрыто, оно скоро будет известно. Подарок из каких-то судебных, или каким-то бумагами, или с какими-то денежными вопросами. Что точно про это будет? Да. Да. Пентакль. Смотрите. Небольшой Пентакль. Только начало его. Но это начало. Всегда с чего-то надо начинать. Один Пентакль, но... Имущество. Через какое-то... О каком-то имуществе ненадёжная королева мечей. Что она? Что с ней? Ух ты, с дьяволом. У нее зависимость прям. У вас что-то отобрать. А у нее что, не получилось? У вас что-то, да не знаю, пятёрка мечей. Пятёрка мечей у неё. Позор. О, позор, трусость-то я. У неё. Какие-то бумеранги, что ли, у неё там. Ну, да. Из-за короля жеслов. Что у неё там происходит? Ну... Рассорки в семье. Рассорки в семье. Разлады. Обманы. Обманывает он её. Обманывает он её. Ну вот. Скоро будет известно, что ожидает её как за плохое, за её хитрость. За её хитрость, действительно. За её хитрость и обман. Что вселенная скажет? Что ожидает её? Ну, крах, я бы сказала. Застопорение всего. Вот, понимаете? Вот. Застопорение. Движение всё у неё. Что ещё? У меня даже мужчина, как бы, даже с ней в постель не будет ложиться. У него будут свои какие-то игрушки, похлобушки, находушки. Да? Утрата какая-то. А, клевета будет. Клевета там у неё. Вот она, смотрите, она сама распускала тяжёлые сплетни разные про всех, а ей потом это всё возвращается. Действительно так. да, они сказали, да, действительно так, мах выпал. Вот при вас. Вот она вот сплетнями ломала жизнь другим людям. Вам, наверное, всё. И вот ей назад всё возвращается. Вот первый вариант. Что-то мы долго тут просидели. Первый вариант. В конце не забудем, я сделаю ещё один вопрос на ваш ответ по маятнику от ангела-хранителя. В конце. Посмотрите. сюда. Не забудьте до конца. Не забудьте комментарий, поставить пальчик и поблагодарить Высшие Силы. Этим вы поблагодарите Высшие Силы. Подпиской также. Вот. Что меня как проводника за работу. Чтобы у вас, чтобы был нормальный обмен энергии, чтобы у вас Высшие Силы и Вселенная не отняла тогда в другом. если Вы не отдадите за работу человека чем-то хотя бы благодарностью какой. Это так нормально. Обмен энергии происходит во Вселенной и это нормально. Так. А теперь второй вариант. Второй вариант. Посмотрим, кто Вы. Кто Вы. Что у вас происходит. Парал вариант. Первый вариант. Я еще хотела сказать. Там посмотрите у Вас или дочь Ваша или какая-то родственница или молодая подруга. В общем, это почему-то про нее захотели говорить. и про Вашу вражинку, которая смотрит, какие там неприятности начались, будут открываться. Вы удивитесь. здесь. Вот. Ну, вот, знаете, как вот к Вам, так назад идет, понимаете, вот как во Вселенной взаимосвязано все. Все взаимосвязано. Кто первый раз мне на канале, хочу сказать, что я большей части раскладываю своим оракул Вселенной Магии, который создала сама. Ищем вас дальше. Вот даже, знаете, я расклад последний делала. Вот темные силы заступились за многих. Вот потому что вот жезлая дама перевернутая вышла. Вы тут разошлись и жезловый король. Вы разошлись со своим мужчиной из-за каких-то ресурсов. Из-за каких-то ресурсов. И возможно кто-то про него хотят что-то сказать. он тут вышел. Хорошо. Мы посмотрим на тару. Посмотрим на этом. Что хотят про него сказать. и вот я начала рассказывать. Последний распад. Не видел. Посмотрите. Темность силы иногда заступаются переходят переходят на сторону обиженных. Кто на кого делал с майки и на кого посылали с темной силой. Но так как если люди сейчас хватаются по интернету разная и делают начинают вроде как майки какие-то они ведьмы колдуны а толком до конца не знают и попадают в такое что потом им назад возвращается. Это же не просто так начитался и все сделал а потом на весь рот высохнет и уйдет и сами помрут от разных полезней и ресурсы теряют потому что не все не всегда темной силой как бы делают то что хотят от них там очень много нюансов например вот нападут например на меня например на ведьму а он скажет это моя дочь это что я дурак что буду на своих нападать а кому то это надо будет послан же от них вот назад не возвращается точно он смотрите вот зеркально выскочил и со сплетней их не вот магический мир вот такой он они думают вот они сейчас сделают всякое украдут заберут и все им не так расплатился опять назад улучшил не все законы они знают хватаются и давай чередить потом на свою голову или там же даже магией даже не занимается вот начинают о людях плохое говорить вот а им потом по башке не суди да не судим будешь так ну что про жезлу хотят сказать что скрыто от вас но скоро будет известно король жезлу что скрыто сила ух ты вы знаете вы вы исцелились благодаря тому что набрались очень много знаний и чаша вот краля у вас очищения как бы святой водой у вас после этого пошел пошло развитие и вы и вам далось далось давать вселенной разные шансы хотят ли о каком-то ребенке вам еще рассказать о вас как верховной жрице открывается тайна хорошо но мы хотели еще не о короле жезлу а о короле жезлу а что король жезлу это это же ваш бывший ведь нет а что это ваш родственник знакомый будем о короле жезлу рассказывать да нет не хотят они больше о короле жезлу рассказывать значит о вас расскажем или что скрыто от вас вас ожидает много работы много много работы прорыв в работе что-то очень много делов будет у у вас какой-то какой-то ссора эгоизм дисбаланс дисбаланс в чем ожидается дисбаланс чувство у вас какие-то неожиданные чувства кому-то появятся и вы решите неожиданно рвануть из горящих берегов вот неожиданно как-то рвануть оттуда где вы находитесь и что дальше а это ваш шанс это у вас большой шанс на что на то чтобы успех авторитет вот это все завоевать чтобы кончить это все десятка мечей кончится и чтобы у вас успех в традиционном было ну-ка традиционно это ну как традиционная семья или что да да действительно чтобы вы вышли в королеву пентакли прямом положении прямом положении вам надо будет позитивчика набраться прямом положении но вы недалеко уедете от того места да да недалеко вы уедете но решитесь решитесь вот это у вас будет новое начало смотрите туз шесла от вас скрыто но скоро будет известно что даст вас вам это вам даст это пару вы найдете свою пару пошло жадностью кражи но у вас представляешь у вас вас крали крали и вот император который какой-то или ваше имущество что ли как сказать ваше что-то крали и что они вот какой-то император они они проиграют они не просчитают не подумают о таких шагах которые вы совершили сшите да я спросила да или да это шезло они вот эти ваши шаги неожиданные они не будут ожидать и это как раз и приведет проигрышу как отразится в дальнейшем ваши перемены в вашей жизни король мечей очень мужчина которого вы оставите ссоры в общем ссоры и эти уйдут а вот вас ждет гармония и счастье переезд вы уезжаете вот вы уезжаете из этого вроде стабильность раньше была но это вы более стабильной уезжаете и что какого-то какого-то короля жезла повернется поднимаю задом его фортуна попой сказал бы что-то он будет бояться агрессивных действий со стороны это вы что ли ну да с вашей стороны будут вас бояться а почему а потому что правосудие на вашей стороне а хочу на ленормане что еще вас еще раз ожидает скрыто от вас но вас будет скоро известно переход переход вы поедете туда где вам все будет по душе переедете туда вам рот поможет он какой-то ключ даст вам чтобы открыть эту золотую клетку путь вам покажет и суды какие-то будут на вашей стороне у него обязательно суды суды человеческие даже вот вас судила какая-то королева мечей и вот ее что накажет да накажет да по ее этому по ее пентап и по ее стабильности вот очень неожиданно еще это будет а вы у вас в общем как двери откроются и вы выберете то что как раз для вас как раз по судьбе по вашей судьбе и это вам даст стабильность стабильность возможно даже какой-то друг вам поможет очень человек такой ответственный а что змея вам очень многое откроется как вам очиститься надо будет вот от тех болезней и тех вот напастей которые были на вас выпускалась выпускалась как посмотрим что именно ой как лупа что-то увидите то что не видно до сих пор пока вы не видите а вы потом увидите как свое здоровье как-то очистить как поднять свои жизненные силы и может на какой-то путь другой стать что-то запеременить да я спросила да действительно вот а про каких-то родственников хотите еще что-нибудь сказать или про каких-то может быть у кого-то дети есть спросим у кого у кого дети есть хотите что-нибудь сказать да да сказали хотим борьба и в то же время успех после борьбы у кого что ну как-то нехорошо глупо повел себя император и вот он ее ожидает вот новость я глупо и что он разрушений разрушений какие-то вот 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 он думал что-то такое император он бы я бы сказала даже о каком-то имуществе или что-то дело будет идти и какое-то разрушение ожидает вот рыцарь чаш почему потеря вот знаете он выйдет из иллюзий как только поймет что шанс у него в другом в каких-то вот в иллюзиях сидит и как только вот эти разрушения произойдет что-то семи жизни какое-то разрушение произойдет и тогда он увидит что он был в иллюзиях и у него откроется занавес вот и тогда появится сила и сила для чего у него появится чтобы покончить вот с этим вот с этим как бы сказать ну вот у него знаете было больше всего как-то приземленность жадность и он как-то поймет что надо и в деньгах и в любви и в душевном равновесии иметь а у него больше на деньги было и вот от этой жадности будет конец и тогда вот будет у него партнерство не обязательно что он женщину какой-то главное что он сможет с людьми контактировать нормально смотрите и солнышко вот тогда у него пойдет жизнь осветится путь и начнется успех в его жизни а пока вот он борется и из-за своей жадности какой-то вот со всеми и пока это вот это стереотип его мышление не разрушится вот когда разрушится она разрушится показывает разрушится от него будет сила и сила выйти из этого покончить с этим стереотипом мышления и уравновесить себя в общем и в душевном чтобы было не только материально но и душевно вот и тогда он сможет с людьми нормально себя вести и у него солнце впереди успех ожидает вот второй вариант и теперь вопрос каждому варианту первый вариант первый вариант один вопрос вашему англохранителю задавайте ваш вопрос не забудьте его потом благодарить англохранителю ваш вопрос ваше имя ваш вопрос ваше имя ваш вопрос говорите ваше имя ваш вопрос. И стать вашим англо-хранителем. Вы знаете, показывает на ноябрь, не знаю, что за вопрос был, но показывает на ноябрь. На ноябре как-то прояснится это дело или что-то раскроется. И вопрос второго варианта. Ваше имя? Простите ваш англо-хранитель ответить на ваш вопрос, представьте его. Говорите ваше имя. Конкретный вопрос, да или нет, чтобы был ответ. Так. Так, этот вопрос можете забыть, потому что не хотят высшей силы на него отвечать. Это их не право. Поэтому, теперь давайте другой, пожалуйста, вопрос, совершенно другой вопрос, и спросите. Спросите. Говорите ваше имя и ваш вопрос. Ваше имя и ваш вопрос. Спросите англо-хранитель и ответит на ваш вопрос. Да или нет. время покажет. Время покажет. что у вас уже этот вопрос отпадёт, не нужен будет. Я благодарю вас, мои дорогие. Желаю вам всего доброго, всего хорошего. Спасибо вам за обмен энергией. Не забудьте обменяться энергией, чтобы вас не отняли в другом. А я вам желаю счастья, любви и всего самого-самого наилучшего. До свидания, мои дорогие. До новых встреч.